Новый корпус детского сада в поселке Крутая Горка пустует уже год. В сентябре 2015 его торжественно открыли после капитального ремонта, который обошелся казне в 15 миллионов рублей, а по некоторым данным и вовсе 30 миллионов. Однако дети до сих пор ютятся в другом корпусе, который не ремонтировался уже 30 лет. В ситуации решили разобраться эксперты Овчаросийского народного фронта. К ним присоединилась и моя коллега Екатерина Клемязева. Ольга Ковалева в этот детский сад водит своего 6-летнего сына. Говорит, воспитатели здесь хорошие, но вот бытовые условия. С крыши постоянно течет, на стенах грибок. Всюду торчат провода и осыпается штукатурка. При этом через два дома уже год, как открыт новый корпус. Само здание, то или это, это не имеет значения. Просто сделать хорошие условия. Мы видим, что по телевизору, что мы ходим в новый садик, а ходим по правде в старый. Нам интересно, когда мы пойдем в новый садик. Старый детский сад должны были закрыть еще в 2009 году. С тех пор воспитатели здесь своими силами затыкали дыры и заколачивали щели. А в прошлом году перестали. Ведь с 2015-го все 304 ребенка по документам должны быть уже в новом корпусе. Но все они до сих пор ходят в старое здание. На сегодняшний день наше здание не соответствует новым правилам Санпина, Пожнадзора, Роспотребнадзора. Поэтому было принято решение в освободившееся здание дома ребенка номер 4 отремонтировать, чтобы мы все безболезненно переехали в новое здание. Безболезненно не вышло. Этот новый корпус торжественно открыли в сентябре прошлого года. На видеоотчете радостные дети и их родители. Депутаты и чиновники режут красную ленточку. На первый взгляд детский сад готов на 100%. Уже закупили мебель и оборудование. Все. Вплоть до детских горшков. Оставалось только запустить систему отопления. А вот это детский сад номер 358 сейчас. Оказалось, что подрядчик обанкротился. Не стал заканчивать работы. Более того, оставил после себя десятки недочетов. И их исправляют до сих пор. В спальне, где уже стоят детские кроватки с матрасами, следы строительных работ. Мусор, окурки и дыры в стенах. Те фирмы, которые сейчас заключили договоры, они все расширили, гипсокартон весь убрали. И заново делают реабилитационный выход. Потому что здесь полностью все оберзать начинаем. Закончить ремонт новые подрядчики и чиновники обещают к 15 декабря. Однако эксперты, осмотрев здание, сильно сомневаются в таком исходе. Не знаю, как к 15 декабря. Мне кажется, нереально. Дай бог, в следующем году бы открыли детский сад. Идите, пошли уже в новый корпус. Конечно, я считаю, что если руководство области подключится, которое перерезало ленточки, этот вопрос к 15 декабре решится. Проверяющие вернутся сюда в декабре, чтобы удостовериться, что дети въехали в здание, на реконструкцию которого, кстати, потратили 15 миллионов. Или же остались в старом, на ремонт которого денег давно не выделяют вовсе. Екатерина Хлемязева, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова